Институт памяти украинский буквально на днях сказал, ну, отменил, сказал, что любое, так сказать, упоминание фамилии Булгакова и прочее-прочее, это поддерживание имперскости, еще что-то. Я не запоминала формулировки, потому что, честно говоря, я с ними не согласна, и мне-то очень странно все. Ну, я тоже за это получаю, конечно, Дима, понятно, в публичном поле, но тем не менее, тем не менее, как бы сформулировать правильно для тех, кто задает все еще вопросы, потому что люди, которые находятся со стороны несогласия и со стороны абсолютного согласия, их вы уже ни в чем не убедите, а вот те, кто сомневается и думает. Ну, Наташ, ни Булгакову, ни Пушкину, ни Тарасу Шевченко, как бы их ни обсуждали с двух сторон, ничего не сделает. Я понимаю, нам сделается, нам сделается, вот понимаете, почему? Тут есть одна, нет, понимаете, вот если уж вы влезли в неприятную проблему, давайте в ней ковыряться, понимаете, значит, Гоголь, которым я сейчас вынужденно много занимаюсь, потому что, читаю курс о нем, на выкуп Шевченко денег дал, но популяризовать его, ну, вложился, но популяризовать его поэзию он отказывался. Он говорил, что в ней много дегтевок и говорил, что любые произведения на языке нашем, украинском, они будут явлением духовного провинциализма. Мы должны стремиться в Европу, а в Европу мы въезжаем через русскую цивилизацию. Я понимаю, что тогда, это разговор 51-го года, тогда было так. Я допускаю, что какое-то время русский язык, русская культура были мостом в Европу и для Чабу Амираджиби, и для Тары Асилиани, и для, может быть, украинских авторов многих. Иными словами, тогда российская цивилизация выглядела хоть сколько-то привлекательней, хотя, честно говоря, после уничтожения украинского ренессанса уже она была скорее тормозом, нежели мостом. Понимаете, после Педмогильного и Хвалевого уже украинская культура была гораздо авангарднее. Но сегодня русская культура, дело не в том, что она имперская, дело в том, что она безнадежно провинциальная. Сегодня для русской культуры, уж если на то пошло, единственный шанс реабилитироваться – это как раз всемирно Украине помогать. Сегодняшняя российская культура, которую воплощают Z-авторы – это памятник не столько шовинизму и людоедству, сколько абсолютной, кантовой бездарности. Ну, вы почитайте, что они пишут. Это же в 70-е годы таких не взяли бы в заводскую лицстудию, где, кстати говоря, уровень был довольно высок. Так вот, мне представляется, что сегодня защита русской культуры довольно трудное дело. Русская культура сегодня сделала всё возможное для того, чтобы скомпрометировать себя. А если уж говорить правду, вот сейчас я, наверное, скажу вещь совсем парадоксальна, Но выжить в советской, например, культуре и состояться в ней можно было только, если у вас были какие-то источники и какие-то корни, помимо вашей советской идентичности. Это могла быть украинская традиция, могла быть грузинская традиция, могла быть армянская традиция, как у Гранта Мативосяна. Иными словами, всё-таки, как это ни ужасно, или русская православная, как у Тарковского. Но, к сожалению, история советской культуры, Наташ, это история вырождения. Понимаете, вырождение прежде всего потому, что они всё больше впадали в самоуважение, самообожание и в запреты. Поэтому защищать сегодня русскую культуру можно единственным способом – продолжать её делать без оглядки на то, что происходит в российском официозе. Без оглядки. Ещё раз вам хочу сказать, Гуглю и Булгакову не сделается ничего, и ничего не сделается, допустим, Блоку, у которого тоже были шовинистические нотки. Они пускай себе существуют. Но, может быть, русская культура дана миру в назидание показать, что бывает со сколь угодно великой культурой, павшей в соблазн национального самообращения. Правда, это всё уже нам Германия показала, но, как видим, Германия никого не научила. Знаете, вот, Наташа, совсем печальную вещь скажу, если хотите, забудьте её. Но если сегодня Украина, которая, безусловно, находится в авангарде Европы, если в соблазн самообожание впадёт Украина, она тоже будет врождаться очень быстро. Я просто надеюсь, что этого не произойдёт, потому что, ну, прямо скажем, не та сейчас ситуация в Украине, чтобы впадать в самообольщение. Надеюсь, что этого не случится. Ну, я, собственно говоря, по этому поводу издала вопрос, что надо быть очень осторожным. Надо понимать, что когда враг... С национализмом надо быть очень осторожным. Очень осторожным. Но когда на вас катит асфальтовый каток русского нацизма, а он сегодня катит, на что можно опираться? При том, что, давайте опять-таки будем откровенны, при том, что очень долго Запад этому катку позволял катиться и говорил, а бы нас не трогали. Ну, сегодня вас потрогали, ребят, сегодня ничего не поделаешь, сегодня в опасности. Ну, я не знаю, как донести эту мысль. Сегодня не Украина в опасности. Украина в подпольном статусе жила и будет жить. Она это умеет. Сегодня в опасности все, потому что человек с путинским мировоззрением, с ядерной дубиной и с его состоянием панической озлобленности против всего мира... Ребята, это очень опасно. Я рискну сказать, что с такой опасностью мир не знает, что делать. У него нет такого опыта. Мы живем, единственное, чем мы можем утешаться, как говорил Лешик Колоковский, мы живем на великом историческом переломе, и мы в нем не зрители, а участники. Если можете чем-то утешиться, утешайте. Ну, и, наверное, сегодня в финале, знаете, что я вас прошу? В прошлую субботу мы с Белковскими обсуждали, что, к сожалению, несколько лет мы будем жить в условиях тренда на войну. Потому что мы видим, что немцы боятся на чемпионат Европы по футболу собирать людей, потому что есть дроны. Потому что сегодня теракт можно совершать не с помощью четырех террористов, а просто дронами. Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке, который вскрыл колоссальное количество проблем, хотя думали, что за три недели разберутся с Хамасом и так далее. И Стас говорит, надо переживать, а несколько лет будет все, ну, потому что мы вступаем в совершенно иной мир, и это все нужно пережить. И вопрос вот такой. Понимаете, нет, нет, ну, Наташа, я не такой радикал, как Белковский. Я не могу сказать, что мы вступаем в совершенно другой мир. Белковский. А, да, как Белковский. Это же вы с ним разговаривали, да? Я не такой радикал. Белковский и Стас – это один из любимых мною людей, но я не стану соглашаться, что мы вступаем в другой мир. Наоборот, мы вступаем в мир уже бывший, довольно архаический. Это уже было. Мы, собственно, я точно, выросший в Советском Союзе, очень хорошо все это помню. Наверное, тоже я печальную вещь скажу, но, наверное, мы вступаем в мир некоторые вынужденные аскезы. Наверное, нам надо отказаться от некоторых публичных развлечений, чемпионатов мира, некоторых фестивалей, публичных сборищ. Да, возрастает риск дронов, возрастает риск терактов. Да, сегодняшний мир не очень, скажем так, приспособлен для праздников искусства и спорта. Ну, назовем вещь своими именами, да. Какое-то время, знаете, я всегда приезжая в Одессу, читал там вечер стихов. Для меня всегда это было, ну, как бы, возможностью показать одесситам, что я делаю. Ну, Одесса – это для любого пишущего человека важный критерий. Если тебя не освистали в Одессе, это повод для самоуважения. В последний мой, ну, я знаю, не в последний, в недавний мой приезд в Одессу, я вынужден был читать «Квартирник». Потому что нельзя собрать зеленый театр, нельзя собрать никакой зал. Ну, ничего, я прочитал «Квартирник». Для меня это там, ну, собрались в одесском дворике и там почитали. И мне это было, скорее, приятно. Понимаете, наверное, искусство, наверное, фестивали, наверное, спортивные события несколько на военное время можно ужать в масштабе. Это не такая большая трагедия. Другое дело, что вечно жить в ситуации войны нельзя. И это наводит меня на мысль о том, что этот год будет переломным, а следующий – последний. А следующий каким? Последним годом войны. Субтитры сделал DimaTorzok